В рамках проекта ранней профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 классы «Билет в будущее», который реализуется в российских учебных заведениях по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, учащиеся школой номер 18 Новотроицка побывали с экскурсией на насосовой станции второго подъема. Начальник цеха водоснабжения МУП УКХ Валерий Служаев провел школьников по объекту, познакомил их с технологией доставки питьевой воды от скважины до квартир горожан, рассказал о сотрудниках, которые обслуживают оборудование и механизмы насосной. Мальчишки и девчонки не только с интересом слушали Валерия Ивановича, но и задавали много вопросов. Так, школьники были удивлены тем, что всей огромной системой водоснабжения города управляет хрупкая женщина. Включение и переключение оборудования она производит одним кликом компьютерной мышки. По словам педагога-навигатора всероссийского проекта «Билет в будущее» школы номер 18 Екатерины Маловой, которая сопровождала детей на экскурсии, подобные мероприятия являются лучшим способом замотивировать детей на дальнейшую учебу. Такой метод захватывает их и развлекает. Дети лучше усваивают материал, когда им особенно интересно. Подростки узнают подробно о современных профессиях, которые, возможно, могут понадобиться им в будущем. И даже если они не выберут какую-то конкретную профессию, то задумаются о том, кем они хотят стать и что для этого надо сейчас и сделать. Ну вообще, школьные экскурсии являются одним из лучших способов, чтобы замотивировать детей на учебу. Для большинства детей возможность выйти за пределы класса кажется более чем привлекательным. Такой опыт весьма захватывает и развлекает детей. Дети быстрее всего усваивают новый материал в тот момент, когда им действительно интересно. И вот выбирая профессию, важно понимать, где они будут работать, какое образование им понадобится для данной профессии. Им интересно представлять, в каких условиях они будут работать и пощупать это все своими руками. Поэтому быть осведомленным о профессии только на словах бывает очень мало, недостаточно. И подобным образом мы устраиваем экскурсии, чтобы дети понимали, что это такое.